здравствуйте главный вопрос любого вооруженного конфликта вопрос о потерях мирное население склонно оценивать успехи неудачи своих политиков и генералов именно по этому критерию для нормальных родителей намного важнее жизнь и здоровье их сынов и наслужащего чем победной реляции вот с этим в россии плохо в последний раз министерство обороны россии оглашала информацию о своих потерях войны с украины 25 марта то есть полтора месяца назад после этого данные о потерях засекречены но новости похоронах российских военных принимавших участие войне с украиной регулярно публикуют российские медиа войны хоронили в челябинской области псковской области в брянске кургане казани башкирии подобных сообщений очень много издание медиазон обратил внимание на то что почти половина последних указов президента россии путина засекречена очень часто секретными указами награждают погибших во время продолжающихся военных операций так было например во время войны в чечне точные данные боевых потерях появляются уже после окончания войн хотя в россии с этим проблемы до сих пор неизвестно точное число погибших во время великой отечественной войны причем там разнобой идет не на десятки сотни жизней на десятки миллионов впрочем даже если российский военный погиб по ее с украиной для военной бюрократии может считаться пропавшим без вести и не попасть сводку безвозвратных потерь именно это произошло с матросом срочником служившим на крейсере москва крейсер находился в боевом походе вблизи одессы неоднократно обстреливал украину и затонул после удара украинских ракет однако отцу матроса сообщили что крейсер не был включен в перечень воинских соединений частей привлекаемых к участию специальной военной операции для сравнения украина заявляет что убиты около 25 тысяч российских военных сша в начале марта два месяца назад говорили о минимум 7 тысячах убитых нато в конце марта оценивать российские потери всем 15 тысяч великобритания в конце апреля в минимум 15 тысяч все западные источники говорят что российские потери большие и продолжают расти напомню что кроме официально признанных убитыми на войне появляются раненые сошедшие с ума больные но и пропавшие без вести скорее всего погибший как матрос крейсера москва на войне с украиной есть еще и страдающие лучевой болезнью потому что сотни российских военных копали окопы в радиоактивной чернобыльской зоне понятно почему власти россии отказываются публиковать внятные данные своих убитых и раненых чтобы не пугать население страны большими цифрами не снижать градус поддержки этой страшной войны не вызывать сомнений военном искусстве российских полководцев и в не имеющий аналогов российской военной техники а как в америке в последние два десятилетия сша участвовали в двух крупных вооруженных конфликтах в афганистане и ираке американские военные проводили антитеррористические операции например уничтожение усама бен ладена и на территориях иных стран о потерях среди личного состава министерство обороны сша обычно сообщает средством массовой информации через три-четыре дня эта пауза требуется для проверки информации также для извещения родных и близких убитого солдата они должны узнать об этом раньше репортеров статистика потерь публикуется на сайте министерства обороны находится в открытом доступе доступные поименные списки погибших в таблице указано место гибели и причина смерти отдельные рода войск публикуют свои списки с более подробным описанием обстоятельств смерти американских военнослужащих американские медиа публикуют свои а на сайте министерства по делам ветеранов можно найти информацию обо всех убитых и раненых во всех войнах с участием сша эти данные гарантированно тачны потому что их постоянно проверяют законодатели журналисты ученые активисты однополчане родственники военных и все интересующиеся этой печальной темой такие дела